Всем привет, друзья, с вами Артишок, и это быстрый обзор на патч 5.5. Мы с вами поговорим о важных изменениях данного патча, и о да, они есть. Мы не будем подробно рассматривать новые скины, видео уже давно есть в интернете и в нашей группе, а поговорим о более важных изменениях. Также рассматривать мелкие исправления ошибок мы тоже не будем. Подробнее вы сможете почитать в описании к этому ролику, перейдя по ссылке. Итак, подбор игроков. В процесс подбора игроков будут внесены существенные изменения. А что именно нас будет ожидать, к сожалению, не раскрывается. Нам вкратце сообщили о том, что в новом коде используется более эффективный алгоритм подсчета, группирующий игроков с примерно одинаковым уровнем опытом и мастерством. Также новый алгоритм старается учесть баланс уровня навыков в команде. Новую систему мы будем тестировать в данном патче в реальном времени. То есть с выходом патча мы уже всецело сможем им насладиться, или же наоборот расстроиться еще больше. Наконец, исправили баг в таблице матча. Теперь корректно должны отображаться союзники и статус их соединения. С этим багом я очень часто сталкивался, и он очень мешал в матчах. Из-за него я не видел ни статистики фарма голды, ни актуальные уровни соперников. В общем, ничего того, что могло бы помочь мне выиграть в матчах. Далее пройдемся по балансу. Баф после убийства огненного гиганта дает теперь 25% уроном по постройкам, а не 20%, как давал ранее. Также увеличивали урон тир первой башни с 200 до 215. По предметам. Предмет злоба. Малис. Изменили пассивный эффект. Теперь за каждый успешный критический удар ваши способности наносят на 35% больше урона в течение 3 секунд. По моему мнению, этот предмет должен пойти в мету артефактов на критический урон. Думаю, данный предмет может быть обязательно к покупке на Меркурия, Серкет, Даджи, Хачимена. Я очень жду этот предмет в новом патче. Медгардский камзол, Медгарден Мэйл. Новый пассивный эффект при попадании по бомбазовой атаке, скорость передвижения и скорость атаки этого врага снижаются на 15% на 2 секунды. Эффект суммируется до 2 раз. Может суммироваться с замедлением от других предметов. По незначительным изменениям у клинка Ведьм, Вичблэйда здоровья повышена со 100 до 200. Для дробилки Крашера добавили визуальный эффект урона. И Шваиль получает физическую силу за пассивный заряд не 7 единиц, а 10. Я думаю, Лук все равно не вернется в актуальные билды 5 сезона. Лук из серебряного же дерева, Сильвер Бранч Боу, имеет новый пассивный эффект. Каждая успешная базовая атака повышает вашу скорость атаки на 5%. Заряды для Ц3 секунды и суммируются до 6 раз. То есть мы теперь не накладываем никакие негативные эффекты на соперников, но при этом получаем отличный прирост к скорости атаки. Также из приятных для меня, так как я играю на АДК, Асия, предмет, получает более высокую скорость атаки вместо 20% до 25%. Я этому безумно рад. По балансу богов из значимого, Афродита может использовать ульт, даже если ее подбросили. У двойки Ченги увеличили длительность эффекта с 0.6 секунд до 0.7. Звучит несущественно, да, согласен. Но теперь Ченгас сможет совершить полный оборот на 360 градусов, что должно сделать данную обилку более, так сказать, имбовой. Бросок Хищника Сабека. Я так и не понял немножко его описания. Я думаю, стоит дождаться патча, потому что при переводе на русском он звучит как «Во время действия способности Сабек больше не будет неуязвим. Теперь он сможет проходить сквозь игроков, готовясь подбросить одного из них, а враги могут наносить ему урон». Я не понял, если честно, через кого он сможет проходить через миньонов или богов. И как он их будет дальше подбрасывать. Также уменьшили урон у драконов Ау Куанга. У Доджи уменьшили прибавку физической силы с 20 до 14% на пыточных лезвиях и у страшных ожогов с 45 до 35. То есть делали данных богов немножко послабее. Как я считаю, жуткий нерв Кухулина просто жестокий. Теперь при смене формы Кухулина больше не будет доступа к непрокачанным способностям, кроме его двойки. То есть в Эрли игре он теперь не будет таким сильным. С одной стороны нормализировали, с другой стороны бедный Кухулин. Немного увеличили время перезарядки у Дискорде, что естественно ее ставит в фаворитах на среднюю линию. Немного подкрутили цифры у Айсис, пытаясь ее вернуть в мету. Для этого же увеличили урон и уменьшили кулдану единицы Санву Конга. Также немного увеличили урон у единицы Вулкана и у Адской Пушки. Прибавку магической силы с 35% до 40. Ролангшеню немного подкрутили цифры, но также незначительно, как по мне. Больше ничего важного в новом патче нам ждать не стоит. Если данный формат вам понравился, я буду и дальше делать обзоры на патче, до их выхода естественно, с небольшой моей аналитикой. Поэтому ставьте лайк, если видео было полезным и интересным, либо поставьте дизлайк, если нет, и напишите в комментариях, почему нет, и почему не стоит записывать данные ролики. Всем спасибо, всем пока.